Скажите, пожалуйста, сколько у вас общего уходить стаж? Почему вы в свое время выбрали профессию именно медика? Со стажем у меня очень смешно. Стаж у меня календарного 43, поскольку у меня с начала моей продовой деятельности весь стаж был в экстренности, у нас год за полтора, поэтому у меня 62 года, а стаж у меня 65 лет. Скажите, пожалуйста, а не пожалеешь, что выбрали такую напряженную для себя профессию? Понятно, что экстренная медицина – это каждый день видеть, как люди борются на границе, что инвестиции оказываются. Никогда, ни разу в жизни своей не задумывался о том, что я что-то сделал не так и неправильно. Прошу прощения. Потому что, ну это, наверное, еще и от личности зависит, потому что я вот такой человек, маленький авантюрист, люблю делать все быстро, люблю делать все хорошо, потому что в экстренности делать плохо нельзя. Ни разу никогда и не пожалел о выборе своей профессии, потому что, ну, это был бы не я, если бы я был бы кем-то другим, я мог бы быть кем-то другим. Я рисую, я пишу стихии, я снимался в кино, но это хобби. Вы почувствовали, что сейчас отношение к врачам меняется, и пациенты с большим уважением стали относиться. Понимают, что все с врачей будут сейчас не туда, и главное у нас – это здоровье. Ну, если честно, отношение к врачам изменилось по отмашке сверху, когда начался ковид. Поэтому ни до того, ни после вряд ли что-то подобное бы произошло. А с стороны пациентов, несомненно, у нас народ, к счастью, очень понятливый и очень благодарный. Люди видят, как мы пашем, а пашем мы сейчас за троих, в буквальном смысле слова, и люди это видят, и люди это ценят, за что им, конечно, тоже мы очень благодарны. И подобное взаимоотношение между врачом и пациентом, я считаю, вообще идеальным, когда человек тебе верит, человек на тебя рассчитывает, естественно, и надеется. И с нашей стороны, когда мы, наша профессия самая главная – любить пациентов, жалеть их, сострадать. Мадыкин Владислав Николаевич, заведующий нейрохирургическим отделением, врач нейрохирург, государственного ведетного учреждения здравоохранения в РУНСКИ, клиническая больница скорой медицинской помощи. Распоряжение...